Добро пожаловать на наш канал Веси ТВ. И эта проповедь, которую вы сегодня слушаете, изменит вашу жизнь. Слово, которое от Бога меняет судьбу человека всегда. Сегодня я уверен на 100% вы правильно сделали включиться в Веси ТВ, потому что после этой проповеди ваша жизнь не будет прежней, потому что Бог изменит вашу жизнь, прикоснется к вашему сердцу, и много чего изменится, и Божья жизнь передаст вам. Я приглашаю вас, смотрите эту проповедь, внимательно конспектируйте, ничего не пропускайте. Если вы хотите перепроповедовать ее где-то, разрешаю. Но в конце этой проповеди я буду молиться за вас, поэтому смотрите до конца, встретимся в конце проповеди. Важность, жертвенность. Мы с вами говорили, что без жертвенности далеко мы не пойдем и не поднимемся. Все, что стоит в этой жизни, требует жертвенности. Скажи да, аминь. Человек, который не умеет быть жертвенным, он далеко не пойдет. Опять же, мы не говорим о деньгах тут. Это принцип жертвенности. И мы говорили, все хорошее находится почему-то наверху гории. Редко, чтобы найти хорошие вещи внизу. Они все наверху. И только желающий или готовый подниматься наверху, тот может достать хорошие вещи. Потому что многие люди имеют хорошие планы, идеи. Все правильно. Но они не желают подняться наверху гории. Они не хотят переносить неудобства. Они хотят пойти путем наилегчего. А всегда, где путь наилегчего сопротивления, это путь, который многого ничего не даст. И мы говорили также три вещи. Я хочу вам повторить, просто чтобы вы не забыли. Мы говорили в прошлый раз, что жертва, которую Иисус Христос сделал на Голгофе, от нас больше не требуется. Поэтому, когда мы говорим о жертвенности, мы не имеем в виду жертвенность ради прощения грехов. Это сделал Иисус. Скажите аминь. Мы не имеем в виду жертву ради исцеления. Это сделал Иисус. Ранами своими. Жертву ради освобождения. Это сделал Иисус. Кровью своей. Вы понимаете? Нищета. От этого нас избавил Иисус. Поэтому, в жертвенности не входит повторение ничего из того, что Иисус добился для нас. То, что Иисус добился для нас, мы не повторяем. Поэтому, когда человек мне говорит, я жертвую, чтобы исцеляться. Это все чепуха, потому что Иисус эту жертву принес, чтобы я исцелился. А теперь мне нужно верою это принять. Кто-нибудь меня понимает? О, я в жертве большой, чтобы избавиться от проклятия. Нет. Иисус сделался проклятием для нас. Теперь верою через познание Слова Божьего мы получаем свободу. Но жертва с твоей стороны, чтобы быть свободным от проклятия, не увеличивает ничего. Все это добился и сделал Иисус на Голгофе. Кто-нибудь слышит? Поэтому мы смотрели в прошлый раз, что один раз, однажды, одной жертвой он добился искупления и свободы для освящаемых. Поэтому эту часть от нас жертва не требуется. Иисус это сделал. Мы познаем истину, принимаем верою и мы получаем. И скажите со мной Амин. Однако же при всем этом жертвенность остается. и давайте сегодня мы с вами будем рассматривать все остальное. Притом заметьте, жертвенность работает что перед дьяволом, что перед Богом. Когда колдуни хотят быть сильными, они тоже жертвенны. Если вы читаете в Библии, вы обнаружите, что по-моему это один из или сирийских царей, или филистинских, я не помню, пришли воевать с Израилем. И начали поражаться. И царь принес в жертву своего сына, который должен был наследовать престол. Когда он это сделал, израильтяне убежали оттуда. В Библии история такая есть. Поэтому приносили жертву сатане. Поэтому многие колдуни они там убивают там козочки там какой-то овечки, особенно в арабских странах есть месяц, где они убивают. Это ужас, но колдуни усиливают свою дьяволскую колдовскую силу через жертву. Но если жертва в негативе работает, то тем более жертвенность в благо. Скажите аминь. поэтому поймите жертва действует. Вот поэтому то что Бог сделал ради нас когда Он дал Сына Своего этим Он победил дьявола. Есть большая сила в жертвенности. Первый вид жертвенности которая нас требуется первое номер один это жертвовать себя ради то во что ты веришь. Жертвовать себя ради то во что ты веришь. По-другому отдать жизни за то во что я верю. Или за то что я хочу достичь. почему многие люди у них большие планы но они не исполняются а иногда потому что они не жертвенно относятся к своим планам. Это надо быть жертвенным. Вот мне очень нравится история которая говорится в книге Есфирь 4 глава с 11 стиха по 16 Есфирь 4 глава с 11 стиха по 16 история такая Марляхей говорит Есфирь Есфирь пойди пожалуйста к царю а почему а потому что Аман хочет нас убить евреи а она говорит нет я не могу пойти к царю потому что если пойдешь к царю а при этом царь тебя не пригласил все знают что приговор один смерть поэтому я боюсь пойти к царю и Мардахей начинает с ней разговаривать в 11 стихе в 10 и поэтому даже с 9 еще выше он говорит ей смотрите не останется единственным спасением в доме царя надо что-то сделать и слова Мардахея дошли до сердца Есфер и начинается с 11 стиха и поэтому он сказал она говорит все знают служащие при царе что мужчина или женщина неважно кто придет во внутренний двор и не был позван один суд смерть только тот кому то есть имеется ввиду когда говорится царь тебя зовет идешь тогда ты останешься живым или ты пришел случайно и царь простер к тебе как здесь говорится в 11 стихе кому царь свой золотой эскипетр тот останется живым а я не звана к царю вот уже 30 дней то есть 30 дней царь меня не звал не звал я боюсь там смерть и Мардахея говорит и сказал Мардахея в ответ есть вера 13 стих не думай что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев если ты промолчишь в это время то свобода и избавление придет для иудеев с другого места это очень важно заметьте Бог с нами без нас все равно сделает то что он запланировал то ли с нами то ли без нас если свертие откажется избавление все равно придет но без тебя будем достигать кив да а я не хочу я не пойду чтобы они поняли что без меня без нас сделает Бог с нами сделает в любом случае лучше с нами поэтому вот обидчиво с дьяволом что я не буду это называется самообман в любом случае Бог сделает как вы думаете если бы мы с вами не покаялись кив не был бы спасенным все равно были бы церкви без нас были бы церкви лучше с нами но если мы не хотим то и без нас Бог сделает поэтому Мардахей говорит принцип Божий такой избавление для иудеев все равно придет и без тебя Мардахей назвали это с другой стороны найдется какая-то сторона найдется какой-то человек найдется какая-то ситуация которая принесет избавление но увы в эту историю ты выйдешь в негативе когда Бог предлагает тебе что-то делать благодари Его это привилегия скажи это привилегия и вы знаете некоторые люди пытаются говорить Богу что Бог тебе привилегия что я вообще тебе служу нет Бог может и без тебя лучше с тобою ради тебя не ради него это большая привилегия когда Бог нас просит что-то делать я всегда ему говорю спасибо Господь потому что он может прекрасно и без меня и без тебя а он решил с тобою дорожи божественным поручениям какие он дает тебе в жизни это привилегия которые Бог дал тебе скажи да амин и вот говорится поэтому Исфир говорит Мардахей сообщает Исфир что пойми все равно избавление придет тогда Исфир сказал ответ Мардахей ну ладно пойди собери всех иудеев находился в сузах и поститесь ради меня и не ещете и не пейте три дня ни днем ни ночью и я со служанками моими буду также поститься потому пойду к царю потом пойду к царю хотя это против закона а если погибнуть погибну вот называется она жертвена и за то во что она верит она готова отдать жизнь за то во что она верит за еврейского народа замерите первое ей помогли человек по натуре не всегда естественно готов достичь такие достижения самостоятельно когда мы встречаем Есфири она не очень готова была это делать она даже не была настроена на это она не планировала она не думала об этом она вообще к этому не шла но ей помогли почему многие люди у них нету того огня чтобы ради дела ради того что они верят достичь до конца а потому что они никому не позволяют говорить в их жизни кто бы их вдохновил на дело мы все нуждаемся во вдохновлении Есфири бы не достигла ничего бы если бы не было Мардахея я пришел к выводу что каждый раз когда я чувствую определенную усталость мне помогают люди не те которые меня критикуют те не помогают не те которые обзывают те не помогают а вот те которые начинают вдохновить меня вот они помогают мне вернуться в жизни кто не будет скажите амин не закрывай себя от людей которых Бог поставил специально в твоей жизни чтобы помочь тебе вдохновлять тебя то ты можешь думать что ты чемпион мира в своей тарелке потому что нету посторонной помощи Есфири не планировала пойти к царю не планировала мне понравилось что сказал один человек что вдохновление сокращает дистанцию бега когда у меня нет вдохновления пойду в пост это смерть это самоубийство так тяжело Господи кто придумал пост но вдохнови меня пройду неделю и вообще ничего не заметил почему я вдохновлен я не знаю вы когда не буду кто не будет вас любить бегать бегать вообще бегать раз два три четыре пять шесть топот так со скорость значит когда бегаешь поверьте мне если есть человек который скажет бег приятно прямо как сахар это такое нет бег неприятный не хочется бегать вообще я нашел хороший метод как бегать долго музыка я включаю музыку одеваю наушники и бегаю музыка заканчивается я обнаружил что когда музыка заканчивается я начинаю ощущать где боли где какие мышцы там болят включил музыку опять забыл а если в тренажерном зале посмотрел когда матч которые играются там Месси против Роналду вообще я увлечен и я ничего не чувствую человек нуждается во вдохновении чтобы он достиг то что ему надо нам нужно вдохновение слишком много людей живут без топлива ничто их не вдохновляет ни к чему и в результате все что они делают они наполовину скорости они делают наполовину меньше напора они делают вообще одно десятое того что они могли бы делать из-за отсутствия вдохновления вот почему нужно ходить надо на собрание чтобы пастор Генри проповедовал зачем когда мы слушаем проповеди мы вдохновляемся мы оживаем мне жал людей которые ходят в церквях где их ни к чему не вдохновляют их бьют 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 и в конце никакого вдохновленности никакой нет они еле-еле встали еле-еле пришли и еле-еле ушли называется повернись к соседу скажи вдохновись скажи с тобой Господь скажи у тебя получится важно очень есть фир под вдохновлением Мардахея она готова и она была посвящена и она готова была пойти и что интересно Бог ей помог первое жертвенность которая нас требуется это жертвенность за то во что мы верим когда мне говорил Бог остаться в Украине я подумал что Бог сошел с ума как это в Украине я покаялся перед Ним что я так сказал но я так думал это ненормально это вообще как это господ типа в Украине ты понимаешь как украинцы относятся к людям с моей святой кожей это вообще это я ходил по улицам как ходящий музей вы это не в курсе потому что вы не знаете что такое иметь черной кожи и на улицах крышатики вы не в курсе я сказал господ я прошу прощения только не в Украине не в России не в Беларуси прошу прощения в этих странах относятся к людям святой кожи такой очень специфический и Бог сделал вид как будто он вообще меня не слышит я всегда удивляюсь Богом и потом когда он уже убедил меня это было нелегко потому что у меня аргументы были а у него не было аргументов я до спорта говорю господ у меня были аргументы у тебя один был у него был один аргумент это моя воля один аргумент я помню у него другой не было а у меня было там 30 аргументов почти 50 иногда находил после каких-то очередних походило по улицам из 20 росли до 50 и в конечном итоге мне пришлось принять решение хорошо я поживу в такой стране я переживу все что надо пережить я выслушаю все что надо выслушать но главное чтобы я выполнил и закончил вы понимаете это жертва когда к нам приехал Тиди Джекс кто был в церкви в это время молодцы я пошел с Тиди Джексом на улицу на подол чтобы везти его в ресторан он захотел погулять и на нас напал ребята начали обзывать то обезьян то еще что-то при том на английском языке чтобы Тиди Джекс слышал вы не представляете как мне было стидно я не знал что делать я и Тиди Джекс на меня смотрел говорит и ты здесь живешь я сказал да я сказал да а я не знал что оказывается когда он собирался сюда ехать американские посолства в Киеве ему позвонили и сказали в Украине расизм высокая официально не пишется но все посолства верну назад в Америку всех сотрудников которые азиатского африканского и индийского происхождения посолства Америки всех верну назад всех Тиди Джекс на меня посмотрел и сказал и ты здесь живешь да и здесь служишь да и все это церковь которую мы видели сегодня это из этого общества да и он сказал снимай шлапу а у него волос не было там ничего я говорю пастор Тиди Джекс эпископ вернее его назвать эпископ когда ты во что-то веришь и Бог тебя призвал ты должен быть готовым быть жертвен моя жертвенность в этом направлении это только моя у каждого из вас есть своя жертвенность которая не менее трогательная просто мою я рассказал поэтому вы ой ой у вас не меньше у вас даже у некоторых из вас даже хуже еще больше скажите со мной Амин но по-другому нельзя добиться хороших вещей потому что все хорошее находится наверху гори и не умеешь быть жертвенным ты его не достанешь поэтому первое нужно быть жертвен жертвы за то во что ты веришь второе нужно жертвовать то что ты любишь мы не можем говорить есть жертвенность когда ты даешь только ты жертвуешь только то что тебе не нравится жертвенность это когда ты жертвуешь то что ты любишь и при том это имеется ввиду много чего например некоторые люди любят спать с пяти до шести а жертвенность это встать в пяти и молиться я знаю некоторые люди которые скажут встать пять молиться я лучше умру жертва часто для христиан выражается в то чтобы то что ты любишь когда ты можешь жертвовать то что ты любишь ты станешь другом божьим когда ты можешь жертвовать то что ты любишь ты станешь другом божьим мне очень нравится история которая написана в бытие двадцать вторая глава она трогательная история очень с девятого стиха написано по восемнадцатой я там буду пропускать некоторые стихи девятый стих и пришли на место о котором сказал ему Бог и устроил там Авраам жертвенник и разложил дрова и связал сына своего Исаака положил его на жертвенник поверх дров и просил Авраам руку свою взял нож чтобы заколоть сына своего но ангел господин с неба сказал возвал сказал Авраам а он сказал вот я ангел сказал не поднимай руку свою руки своей на отрока и не делай над ним ничего ибо теперь заметьте ибо теперь я знаю что боится ты Бога и не пожалел сына твоего единственного твоего для меня заметьте Авраам имеет одного сына которого он ждал сто лет сто вы понимаете сто лет пастор шади арабской церкви где я проводил конференцию он одно время уехал в Америку потом работал работал 4 месяца без зарплаты потом через 4 месяца ему дали всю зарплату за все 4 месяца на пути к собранию и он зашел в зал у него зарплату как он говорит у меня было где-то с собой 12 тысяч долларов где-то так наверное в карман за 4 месяца пришел на богослужение и на богослужение Бог ему сказал на что ты уповаешь на деньги или на меня он говорит я редко слышал голос Божий но тут я услышал я сказал на тебя конечно он сказал отдай пожалуйста эти деньги он сказал господ ты понимаешь что я 4 месяца работал без зарплаты теперь мне дали он сказал да он сказал я со слезами судорогами со всем что можно но отдал сегодня у него самая большая церковь крещенная Духом Святым в Ливане я открыл много церквей в Сирии на конференциях где я был были и ливанцы и сириане то есть пастыря из Сирии и арабские пастыря из Дубая потому что когда приезжаешь в Дубай в Эмирате это церкви индусов пакистанцев там шри-ландцев а это было пастыря арабы из Эмиратов и из Египта я так был в своем соку будучи не арабом общаться я сколько раз в Дубай хотел арабские пастыря не находил и наконец через этого пастыра познакомиться с пастырами арабами в Эмиратах я с ними договорился что мы хотим провести конференцию для арабов не для индусов нас не интересует индусов пакистанцев мы их найдем в Индии в Пакистане если захотят прийти пожалуйста а так мы хотим достичь поработать с арабами и Бог его призвал и Бог дал ему успех потому что 4 месяца зарплат которые он так рассчитывал на это вы знаете сколько раз Бог когда мы молимся Бог я хочу познать тебя я хочу служить тебе я хочу это это и Бог говорит хорошо я услышал твою молитву слава Богу принеси мне твоего сына Исаака Господь ответ с этим связан да я отвечаю на твою молитву вы не думали что было легко это называется жертва поэтому Авраам мы читали и Бог говорит ему 14 стих и нарек Авраам имя место тому Ягова Ире по Самуинине говорится на горе Яговы усмотрится и Бог возвал Авраам вторично и говорит мною клянусь говорит Господь что так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего единственного твоего я благословляя благословлю тебя умножая умножу семья твою как звезды небесные говорит и благословятся всеми семени твоем все народы земли за то что ты послушался глаза моего Бог любят что им нравится я позволю себе сказать следующее на дороге в росте в Боге будет момент когда Бог попросит тебя это остав и это будет болезненно но придется или оставить или остаться на том же уровне где ты был все время поэтому заметьте Авраам эта история пишется послана к евреям 11 глава 17 стих связана с этим сином его вот написано к евреям 11 глава уже новозаветный взгляд 17 стих верою Авраам будучи искушаем принес в жертву Исаака имея обетование принес единородного о котором было сказано в Исааке наречется тебе семья ибо он думал что Бог силен и из мертвых воскресит почему и получил его признаменование заметьте с каким настроем Авраам взял сына на жертву он не просто тупо Авраам себе в голове повторял обетование что Бог силен воскресать что Авраам планировал делать убить и сказать Бог воскрешай пожалуйста Авраам вы не думаете что он это делал и его эмоции от этого в торжестве нет он это делал но он внутри плакал поэтому оно называется жертва но поверьте мне если мы не умеем жертвовать то что мы любим или то что нам нравится или то что нам хочется мы с Богом друзьями не сможем быть есть такая цена чтобы дружбу с Богом развивать третий нужно жертвовать то что нам нужно не только то что не только жертвовать ради того что мы верим и не только жертвовать то что мы любим но нужно жертвовать то что нам нужно нам необходимо это называется приношение к Богу это тоже важно И получается, что в этой группе в Израиле приносили в виде приношения то, что им надо. Это были овцы, козы, деньги и тому подобное. Это то, что им нужно было, но они отдали как жертва. Вот многие люди не понимают, что оказывается, когда мы говорим, что я жертвую, не имеется в виду, что я даю то, что мне не надо. Как раз оно надо. Я рассчитывал на это. Я планировал в моем плане это есть, но его отсекаю. Почему? Жертвую. Вот жертвую. Говорится в 3 царстве, 18 глава 9 по 16 стих. 3 книги царства, 17 глава 9 по 16 стих. Это очень интересная история. Женщина, вдова, она жила в Сарепте, Сидонске, это как раз Ливань как раз. Вот говорится, иди туда и оставайся там, Илья. Илья пошел туда и оставался там. И там Бог говорит, я повелел женщине-вдове кормить тебя. В мышлении Ильи, это вдова сидела, гром с неба, вдова, корми Илью. А он приходит туда, когда он пришел, 10 стих, говорит женщину, собирает вдова, подозвал ее, сказал, дай мне немного воды в сосуды напиться. 10 стих, он пробный такой. Он не сразу, что дайте и мясо, и все, нет, нет, нет. Сначала воду, проверять ее, ну, как она настроена, да, 11 стих. И пошла она, чтобы взять, и он закричал вслед ей. Сказал, возьми для меня и кусок хлеба в руки свои. И тут она говорит, жив Господь Бог твой, у меня ничего нет печеного. Только есть горсть муки в катке, немного масла в кувшине. И вот я наберу поле на два дров и пойду, приготовлю это для себя и для сына моего. Съедим это и умрем. У этой женщины романтический метод смерти. Женщины удивительные существа. Даже для смерти она романтически все планировала. Вы понимаете? Мужчина, если он знает, что умрет, он вешается и закончит быстрее. А это покушаем, свечи и умрем. Но свечи-то я добавил. Так. Ей это нужно, да. В ее плане это входит, да. Если она это не скушает, она умрет раньше времени. Ей это очень надо. Без этого не сможет жить. И каждый из нас будет времена, когда Бог нас попросит жертвовать то, что нам нужно. То, на что мы рассчитывали. Но зато, Илья ей сказал, 13 стих. И сказал Илья, не бойся, пойди сделай то, что сказал. Прежде чем сделать себе. Вот он говорит, 14 стих. Потому что, ибо так говорит Господь Бог Израилев, мука в катке не истошится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. И она это послушала, она это сделала, и точно, и пошла сделала, и говорится, и кормилась она, мука в катке не истошилась, после 13 стих. И она кушала, и вся семья ее, потому что она была жертвенная. Эта жертвенность, она, она необходима. Без этой жертвенности. Мне нравится, как написано 2 Коринфянам 8 глава, с 1 стиха по 4. 2 Коринфянам 8 глава, с 1 стиха по 4. Павел говорит про церкви, как он сказал, благодать, которая была на церковь македонской. И он говорит так, 2 Коринфянам 8, 1 по 4. Уведомляем вас о благодать Божией данной церкви македонской. Что они делали? Ибо они среди великого испытания скорбями преизбелуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радущее. 3 стих. Ибо они доброходны по силам и сверх сил. Я свидетель. Что такое свят? Я жертвен, я по силам или сверх сил? Я знаю, я могу молиться час, 45 минут без вопроса. Но хотя бы это, но можно и сверх сил. Это называется жертвенность. Человек, который хочет видеть Божьих благословений, он должен учиться сверх сил. Мудрость говорит, отдай то, что ты все равно не удержишь, ради того, чтобы получить то, что вечно, то, что останется. Без жертвенности мы не увидим Божьих благословений. Скажи, да, аминь. Так, продолжаю. Сила приобретается в жертвенности. Сила в жизни. Притом, тут я хочу говорить о две силе. Два вида силы, которые приобретаются из-за жертвенности. Первое, это сила внутренняя. Вот первая посланная Коринфянам, 6 глава, с первого стиха по седьмой. Библия говорит так. Как смеете, кто из вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? А если же вам будет судить мир, то неужели вы не достойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дело житейское? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. Короче, эти верующие, они судились. Пятый стих. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и при том перед неверными. Но и то уже весьма седьмой стих главный здесь. И по девятым. Говорится. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете. Павел говорит, это стыдно, что верующие дерутся между собою. А лекарство, какое Павел дает? Жертвенность. В каком виде? Он говорит, вот как вы можете обойтись без этого? Лучше, седьмой стих. Лучше вам оставайтесь обиженными. Оставайтесь лучше терпеть лишения. Зато вот эти плотские тяжбы не будут между вами. Это только жертвенные люди такое умеют. Кто не будет сказать аминь? Потому что они драли. За любую мелочь, это голос повышенный. За любое что-то, это крики. За любое что-то, это к судью, сразу к прокуратуре. За любую мелочь. И Павел говорит, это стыд большой. Что вы делаете? Заметите. Эта проблема до сих пор есть среди людей. Тем более среди верующих. Они не умеют лучше остаться обиженным. Лучше остаться лишенным. Но зато достичь большего. Кто-нибудь меня понимает? Это называется жертвенность. И вы знаете, что происходит, когда этот человек начинает так жить? В этот момент включается в человеке плод духа. Когда, вот я был в Ливане. Первое собрание у меня было в пятницу. У меня собрание первое должно было быть в четверг. Но не полетел в четверг. Полетел в пятницу. Прилетел в пятницу. Вечером провожу собрание. Проповедовал. Закончил проповедь. Молился за исцеление. И первое выходит на среди своей женщины. Говорит, с 11 лет была глухая на одном ухе. А ей сейчас 52. И ухо открылось. И вот эти арабы начали благодарить Бога по-своему. Но они не так. Они не так. Они по-другому. Это я так слышал. Как будто они... На самом деле они как-то красивые, наверное. Не, они шукраны, шукраны, что там такое. Но не важно. Ливания это такая арабская, французская страна. С английским уклоном. Это такая смесь, что вообще. Потому что была французская колония. Они потом полюбили английский язык. И будучи арабское говорящие. Но не важно. И женщина получила исцеление. Ухо открылось. Рядает по-арабски. Плачет по-арабски. Слозы по-арабски. Немножко отличается от слозы украинских. И вот... Когда я приехал в... И она после ко мне подходит. Говорит, пастор Геннер, мой муж не верующий. И он бьет меня. За то, что я хожу в церковь. Говорит, я уже думал ему дать сдачу. Я сказал, вы живете в Ливане, но вы украинка. Я уже думал дать сдачу. Я говорю, не надо. Я говорю, жизнью своей покажи ему Бога. И мы будем верить, что он покается. Если он будет тебя угрожать жизнью, конечно же, другое дело. Но если он просто кричит, кричит, кричит. Жертвенно. Скажите жертвенно. Еще раз. Еще раз. Так. Когда эта женщина исселилась. Вы знаете, от чего она исселилась? Когда я закончил проповедь, я начал молиться за исселение. И помазание пришло. Когда пришло помазание, когда я начал молиться, и появилась нужда, помазание пришло. Если бы не было ни одного волного, помазание бы не пришло. Помазание приходит, когда есть нужда. Когда плод духа приходит, когда есть нужда. Почему многие люди никогда не видят проявления плода духа? Они не идут там, где нужда. Они окружают себя своими лилипутами только. Это мой лилипут, это я его лепил, я его лепил, я его лепил, 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 лепил. Это от меня зависит, это от меня зависит. Он меня обижает никогда не будет. Это от меня зависит, от меня зависит. Вот только те. Они от независимых окружают себя своими зависимыми. Люди, которые от тебя зависят, очень мало чего в жизни тебе помогут. В жизни мало, почти ничего, кроме душевного утешения и ничего более. А почему люди боятся идти за пределами? А потому что там меня могут обижать, там меня могут... А как раз там плод духа начнет проявляться. Плод духа вызывается вызовами. Поэтому заметьте, когда Павел говорит, не лучше ли остаться лишенным, в лишении, он имел в виду, можно принять решение и включится плод духа. И что интересно, если один раз тебя обидел, ты перенес, в следующий раз подобная обида вызовет у тебя уже смех. Вы меня понимаете? Первый раз болезненно, второй раз ха-ха-ха. Что произошло? Ты сильнее стал. Если один раз у тебя украли 20 гривен, ты прямо вызвал полицию, потом пошел к прокурору, потом к генералу прокуратуры, ты бил двери за 20 гривен. Когда второй раз ты ха-ха-ха, что произошло? Силнее стал. Кто-нибудь меня слышит? Многие люди, они никогда не становятся, не становятся сильными внутри из-за отсутствия жертвенности. Лучше оставайся обиженным. Несколько вещей являлись меркой моего духовного роста. Одно из них это вот это. Когда временами меня обижали, и я осознанно принимал решение остаться на стороне обиженного, не в смысле носить обиду, но, знаешь, я ни в чем не виновен, но я выхожу, как будто это я плохой. Ради того, чтобы хранить общие меры. И это всегда делало меня гораздо сильнее. Кто-нибудь меня понимает? Это всегда делает меня сильнее. Это всегда делает меня главным. Меня не контролируют люди. То они бы своим эмоциям меня контролировали. Но как только ты занимаешь такую позицию, ты настолько сильнее становишься, что ты не в зависимости от людей. это называется сильный человек внутри. Скажите Амин. И поэтому говорится в Библии халлелуя. Ивангелие от Марка 8 глава с 32 стиха. Ивангелие от Марка 8 глава с 32 стиха. Иисус общается со своими учениками. И вот он им говорит ребята я пойду в Иерусалим там я должен быть убит. 32 стих. И говорю о Суме открыто. Но Петр отозвал его и начал прикословить ему. Он же обратившись взглянул на учеников своих воспретил Петру и сказал отойди от меня сатана потому что ты думаешь не о том что Божие но что человеческое. Жертв у нас в этом случае это выбирать Божие вместо человеческое. Всегда есть борьба между Божие и человеческое. Петр хотя он ходил с Иисусом Христом в этом случае он думал не о Божьем. Хотя он верующий он апостол он ученик Иисуса он ходит с Иисусом но даже он думал не о Божьем. И во время когда Петр думал не о Божьем через него заговорил сам сатана. Иисус не обзывает Петра сатаной. Просто Иисус увидел оттенок разговора сатане через Петра. Что дал место сатане в жизни Петра? Мысли о чем он думал. Это то, что дал место? если бы Петра думал о Божьем о том, что Божий сатана не нашел бы доступ. Поэтому получается важно чтобы мы боролись за тем о чем мы мыслим. потому что мы можем оказаться на стороне дьявола не потому что мы искали это а просто наше мышление дали дьяволу место. И поэтому Иисус говорит отойдя от меня сатана. Почему? А потому что ты мне преткновение. Ты думаешь то есть слова не умри Иисус если бы было от какого-то плохого далекого человека они бы на Иисуса не влияли. Но эти слова от кого? От самого близкого ученика. Оно влияет. Вы понимаете что когда от далекого человека который говорит ну Иисус зачем тебе умереть Иисус скажет да ты вообще ничего не понимаешь. А это от Петра который должен стать главным учеником главным апостолом. От него слова влияют больше чем от кого-либо. Поэтому неудивительно что дьявол когда он хочет по-настоящему атаковать тебя он не приходит через бомжа живущий в Москве. Вот бомж тебе написал в фейсбук ты дурачок да это на тебя вообще ничего. когда дьявол задумал по-настоящему потрясти тебя он сделает как Петр с Иисусом. Он найдет людей которые недалеко потому что люди которые недалеко любое их движение поражает душу как нечто другое. но и в этом случае тоже Иисус Иисус Он как раз Он умеет это жертвенность Он дьявол запретил Петр от него это же Петр у него он потом отрекся от Иисуса но Иисус проявил плод Духа принял Петра назад все время принимал его за него молился поэтому заметьте что Иисус реакция Иисуса была не от футбола Петра а помочь ему и хранить его скажите Амин от футбола никогда не является первым шагом это крайне это самое последнее вот дальше говорится читаем 8 глава 33 34 и подозвал народ с учениками своими и сказал им кто хочет идти за мною отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною ибо кто хочет душу свою сберечь тот потеряет ее а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия тот сбережет ее но какая пол ибо какая полза человек если он приобретет весь мир от души своей повредит или какой выкуп даст человек за душу свою ибо кто постидится меня и моих слов вроде всем прелюбодейном и грешном того постидится и сын человеческий когда придет в сыне в славе отца своего со святыми ангелами то что Петр сделал что Иисус то что ты говоришь не должно быть с тобой он говорил не только от себя все так думали это было не его одно только мнение он просто выразил мысли которые у всех было на голове а поскольку он самый быстрый на слов попался в общем иногда полезно помолчать вы знаете что когда вы молчите человек который с вами разговаривает может говорить гораздо больше и выдать больше секретов чем когда вы все время ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла ой да ой да-ла-ла-ла-ла ух ты вот это да ооо да-да-да-да-да вы меня понимаете да просто молчать чуть бог не молчать все время но пару слов и молчать потом еще пару слов чтобы поддержать разговор чтобы она не угасла да и вам короче я слишком вам дал много больше вам надо и поэтому Иисус говорит смотрите ребята если вы хотите со мной идти в этой жизни да я вам даю ключ какой жертвенность когда твоя душа говорит туда и это принесет вреду душу твою не иди туда лучше страдать мучиться тебя унизят ради моего имени ради моего царства но главное храни свою душу вы вы когда-нибудь катались на на лижах во сне я не имею ввиду во сне на на лижах первый раз когда я пошел кататься на лижах вы же заметили как я длинненький и вы не вы не представляете как я падал это называется как будто с дерева падаю это я когда я вспоминаю прямо сейчас не хочется держать лижи на руках на лижах нужно баланс да баланс надо есть некоторые мышцы которые вырабатываются вот этим движением балансом по другому никак есть такие шарики кто ходит в тренажерный зал они дают шарики такой пол шарики и ты на нем стоишь и вот и оно катается да надо держаться еще вот приседать да на этом шарике все время хочется падать но ты приседаешь и ты держишь и эти мышцы укрепляются то есть Иисус говорит могут унижать главное держи баланс люби меня ходи со мной храни свою душу так могут угрожать тебе люби меня храни свою душу не повреди то есть до жертвенности плод до жертвенности чтобы баланс отношения с Богом не потеряй прелюбыш состояние твой души это называется жертвенность и вот получается кто будет стыдиться меня кто будет душу свою хранить и потеряет жертвенность поможет поможет тебе иметь крепость внутри и жертвенность сохранит тебя христианином до конца твоих дней с момента когда у тебя исчезает жертвенность дьявол тебя поймает очень быстро и так далеко тебя отправит что из силки дьяволских скоро ты не вернешься дьявол дежурит возле человека следит за тем человек еще ради Господа Иисуса готов жертвовать готов лишиться чего-то готов переносить страдания готов еще переносить боли если он еще готов то он знает что у него шанса нет как только он обнаруживает что уже не готов все он бросает все что надо и он знает что ты не выдержишь жертвенность скажите со мной жертвенность еще раз скажи жертвенность сделает меня крепким внутри сильным внутри и останусь верующим если ты лидер например это тоже надо лидер который не умеет быть жертвенным его лидерство далеко и не пойдет лидерство и жертвенность друзья они вместе живут они соседи в одной комнате в одной в одном доме скажи даме оно оно вместе идет поэтому ты лидер родители по отношению к детям это тоже жертвенность как только перестанешь быть жертвенным то дети попадаются в такие ситуации что потом тяжело будет без жертвенности в этой жизни мы много не достигнем поэтому вот у нас будет молитесь пожалуйста будет фестиваль Иисуса в Черновцах начинается в пятницу у нас будет три собрания вот я не могу дождаться мне нравится я молился постился я на прошлой неделе уехал в уединение молился за это и продолжаю за это молиться я ну не только ради Черновцы уединяюсь но в том числе и вот я узнал сегодня что наверное я раньше знал я забыл но сегодня узнал что я воскресенье утром улетаю оттуда у меня рейс в 7 часов утра прилетает в Бориспорт в 8 с чем-то буду в Бориспорт прилететь но с Бориспорт уехать час надо помыться переодеться вот и побежать в церковь в победу и когда я сюда приду в воскресенье утром никто из вас не поднимет плакат пастора Генри проповедуй пожалуйста на половину мощи мы понимаем тебя ты уставший ты был в Черновцах ты сегодня прилетел только никто они придут сюда в воскресенье утром с такими голодными глазами вы бы видели я буду вкладываться а почему я так делаю потому что я лидер я пастор от меня меньшего никто и не ждет я даже от себя тоже не жду пастор Генри я давно хочу быть сильным лидером да ты готов к жизни жертвенной жизни лидера это жизни жертвенной понимаете я однажды решил войти в фейсбук прочитать комментарии обо мне я потом решил никогда в жизни такой гадус не сделаю но я тот день сделал я вошел читать обо мне и там было три или четыре ребята которые следили я не знал я же не выходил в фейсбук три-четыре которые следили за тем чтобы куда бы какой какой пост я не сделал они писали один сказал смотри на его физиономию неужели три они постоянно все мои пости были забиты их плохими комментариями а я не знал а только я же мог их удалять и получается люди читали это все время если спасибо некоторые из вас включали за меня там бороться там Аронова я помню она всегда со всеми дерется защищая пастора Генри кто там еще включался там некоторые прямо апрельская помышок они прямо за меня там девушки одни мужчины трусливые спрятались под пещером но не важно короче защищали там я смотрю и думаю что я плохой сделал особенно после Чернигово сколько написали обо мне гадость в Чернигово я проводил фестиваль Иисуса на меня бросали яйца на сцену и камни а я в основном проповедовал и молился за исцеление и люди исцелялись и мы помогали людям и за что вот эти гадость писать да я ничего плохого не сделал и я сам себе я даже Бога не спрашиваю я даже я сам понимал я сказал Генри добро пожаловать в жизни лидера вот это оно в этой жизни лидера тебе обзывают за доброе что ты сделал удивительно что на этой земле всегда найдутся добровольцы чья задача в жизни тебе навредит то есть они просыпаются они дают себе добровольно дьяволу чтобы навредить тебе это то ради чего они живут потом мне подсказали как надо удалить их чтобы они не имели доступ они наверное еще кипят где-то а теперь уже на мою страницу не могут попасть но это жизнелидер будет ли компания критиковать директора да кто-то говорит а у меня никто не критикует это просто ты не слышал это просто потому что ты не слышал они умеют тайно это сделать пока тебя нет они между собой фейсбук там между собой вайбер между собой рассказывают друг другу о тебе ты не слышал просто а если ты услышишь многие лидеры разваливаются когда вдруг услышат что о них их люди говорят но поверьте мне люди и всегда говорят плохое о вас тоже и что ты обнаружил это не означает что Рим там ты открыл Рим это было все время не разваливаясь из-за этого оно было и вчера и позавчера и в прошлом году и ты все равно двигался то что ты узнал ничего не поменялось просто перевоспитывая людей скажи да амин а я их выгоню а что если бы Иисус выгнал Петра сразу что бы мы у нас было пацана Петра не было бы от Петра действия Петра в Диане Апостола бы не было Иисус был настоящим лидером он знал что когда человек говорит глупо о своем лидере это не означает что нужно разрубить не означает Петра не разрубил Петра Иисус вернее не разрубил Петра говорю о дьяволе да уничтожил его нет даже за него и помолился дополнительно зачем потому что призвание Петра большое ждал его еще и все лидеры да скажут вот вы в Яла сказали я знал но ничего пастор Ген у меня один очень талантливый сотрудник но он такой обо мне говорит а что он говорит а он говорит что так что на него злился без причин но ничего выгонишь его и перейдешь с вокзала человека работать вместо него и развалиться компания уже не за разговоров а за неумение работать я не говорю что нужно охранить все но не торопитесь рубить людей жизнь лидера это жизнь жертвы знаете я уже пастор сколько лет я помню один пастор пришел в офис и сидит разговаривает не со мной а с кем-то вот пастор Генри до меня дела нету у меня была проблема он даже не позвонил он меня не любит а он не видит что я за ним стою аж до слезы он аж плакал что пастор Генри не любишь когда он закончил всю свою историю этот пытается ему показать что пастор Генри стоит пытается спасать своего товарища а он как и разошелся вот закончил я говорю это называется говорить или нет это не разговор это я закашлял ой пастор Генри я говорю да ой извини меня я говорю ничего ой ты понимаешь просто так ой я а он короче не знал что сказать вот в таких случаях я всегда говорю так хорошо слушаю тебя то есть я жду от него хотя бы прости да извини вот я так всегда действую я даю человеку коридор чтобы человек успел сказать я знаю всю ситуацию да я знаю абсолютно все но я даю коридор когда закончится коридор тогда я прихожу чтобы ты сделал то это и это и это и я в курсе вот а я тебе дал коридор такой чтобы ты сказал извини простите молитесь за меня если бы ты сделал милость была бы но поскольку я отказался сказать простите молитесь за меня когда я уже прихожу знаете когда идем к Богу Адам где ты это не потому что Бог не в курсе Бог ожидал чтобы Адам сказал Господь прости все бы закончилось по другому а вместо этого он начинает баррикад какой-то умничать и пойдем сюда говорю людям когда вы видите что я что-то знаю и я намекаю да один раз второй раз третий раз это я даю коридор подойди скажи простите меня я каюсь я знаю что вы в курсе но каюсь если ты будешь игнорировать коридор уменьшается 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 и однажды я подойду мило становится меньше гораздо для человека который игнорировал коридор поэтому я сказал пастор слушаю тебя он говорит давай ты отдел на где никого нет хорошо пошли отдел пастор во мне бунт я каюсь прости меня это какая-то глупость я знаю но прости меня хорошо прошу понимаешь у меня настоящий бунт я слышал ты меня простишь да не назови его имя если я назову его бы имя вы бы все знали кто за пастор и сейчас он меня видит он бежит меня обнимает и я его оставил в пасторстве потому что он коридор использовал и никому на земле не сказал я что он говорил кроме кому он говорил пришлось того обработать много чтобы он молчал потому что проблема была уже с ним потому что он говорит как он может он же пастор стоп не твой пастор а мой договорились но пастор ты слышал что он говорил на тебе я слышал и ты еще да а почему цена лидерства кто не будет сказать амин я вас не слышу вот и поэтому Иисус говорит надо быть жертвенным второй вид силы который нам нужно это сила вхождения с Богом сила Духа Святого сила Духа Святого то ли на уровень всей церкви или на уровень одной личности не бывает если церковь или личность не умеют быть жертвенным без жертвенной церкви равняется слабой церкви слабая церковь появляется понятие слабая церковь из-за то что они не умеют быть жертвенными они не умеют переносить трудности они не умеют переносить лишения они не умеют переносить страдания ради Господа ради церкви ради дела они не умеют маленькое что-то вспышка сразу это очень слабая церковь когда я смотрю на книгу деяния апостолов удивительно для хождения с Богом нужно время скажите время то есть нужно Богу время проводить время с Богом второй нужна молитва скажите молитва нужно даяние скажите даяние нужно служить другим людям скажите служить и нужно служить для расширения Божьего царства своими талантами эти все аспекты нужны если мы желаем с Богом ходить если Богу не даешь время даже у тебя самые красивые 30 секунд молитвы у тебя хождение с Богом не получится нужно время а если скажешь я буду время отдавать Богу но не молиться просто лежат Господь от твоего время отключился тоже от этого паузы нет нужно и даяние нужно и служить другим людям помогать и нужно служить теми талантами которые у тебя есть для расширения Божьего царства эти все вместе взятые вместе вещи они помогут тебе чтобы ты ходил в силе Божьей Диане апостолов мне нравится очень 4 глава с 1 стиха по 3 халлилюя Диане 4 глава с 1 по 3 Библия говорит так когда они говорили к народу к ним приступили священники и начальники стражи при храме и садуке 2 стих и что они сделали досадуя на то что они учат народ и проповедуют в Иисусе в воскресенье с мертвых 3 стих и наложили на них руки и отдали их под стражу до утра ибо уже был вечер давайте попробуем по простому побили их и закрыли в тюрьму так смотрите что легче в этом случае просто отрекаться от Иисуса то есть можно даже не отрекаться а просто молчать верить но молчать если бы они верили и молчали и никому ничего не говорили их бы не побили и в тюрьму не закрыли но они дальше говорится к ним обращаются утром их забрали после тюрьмы привели на суд и когда их привели туда на суд 18 стих 4 глава 18 стих написано вот они переносли эти лица вы бы видели эти лица борода угроза убьем написано призвав их приказали им отнут не говорить и не учить о имени иисуса что легче для души верю и помолчу себе и не будет ни угроза ни тюрьма ни ударов вы представляете это же легкий вариант и заметите вот эти легкие варианты постоянно нам предлагаются смотрите что сказал Петр в 19 стихе Петр говорит это но Петр и Иоанн сказали им судите справедливо ли перед Богом слушать вас более нежели Бога Петр что тебе терять помолчи а ты дразнишь а Петр он был жертвенным он знал во что он верит ради чего он живет и он не поддался ни угрозам и ничему заметьте никогда церковь не растет если люди в этой церкви не жертвенные вот как Петр да идешь на улицу на евангелизацию с тебя смеются это правда и выбор появляется будь интеллигентным молчат и все подумают что я умный я крутой да вот и скрутизное это то что Иисус сказал кто следит за меня и слова моего перед людьми того я буду следить перед отцом моим вот это ключ к росту любой церкви когда больше половина людей в церкви настолько не следят Иисуса что им не главная крутизна перед людьми в обществе они говорят об Иисусе не стесняются свою веру и вот когда это происходит такая церковь поменяет свой город да всегда найдутся вот эти красивые которые никогда никому ничего не говорят они приходят в церковь тайно когда заходят сюда никого нет побежали сели в середине чтобы никто не видел через таких людей Бог не меняет ни город ни страну ничего кто-нибудь меня понимает я недавно три месяца тому назад мне звонил один человек он был студентом в Ки-Га когда я тоже был студентом мы были в одном факультете в одной группе мы вместе учились от А до Я и вот он мне звонил говорит Геннер он писал мне фейсбук сказал вот мой телефон позвони мне я ему звоню там какой-то студент убили где-то там в Черкассах зимбабийский студент и он меня спрашивал ты можешь позвонить посолству чтобы они помогли там все прочее сказал хорошо я набрал посолство посол сказал что мы в курсе мы уже занимаемся и так далее вот и он говорит он рассказывал там как он с деканами рассказывал с деканами просто собери все чтобы мы как-то там Путин в Москве сделал такой в России выпускники да вот с разных стран приглашать в Россию а Украина ничего в этом направлении не делает и отстает поэтому они хотят догонять типа ну ничего вот хотят собрать все выпускники кига чтобы мы как-то все собрались как-то все то я говорю да они прошлый раз когда им надо было книгу выпускать я им дал деньги кига я оплатил им книгу как на какое-то летие института я оплатил книгу но они мне дали целую страницу и вот он говорит я читал твою страницу говорю да это же там все выпускники кто стал министр транспорта кто стал вице-премьер-министр кто стал что в узбекистане вообще стал чуть ли не помощник президента они все важны они все в этой книге и я и вот он говорит когда мы читали твою страницу мы были в шоке я говорю чего ты стал пастором я говорю да церковь победа да а там наше ведение написано там все с цитатами это было мое условие я вам дам деньги только все надо писать и моя фотография там и кусок церкви победа да он говорит а тебе декане говорят все время что наши студенты как он говорит много как там много грани одни стали министрами а другие стали пастырями и мы ведем меня пастыря немного только один я не стяжусь это нет я встретил одного преподавателя и он сказал о здесь в Киеве есть один из наших выпускников и поэтому когда я был в Киевской Руси провожу собранное исцеление вызываю на свидетельство выходит мой бывший декан по иностранным делам дать свидетельство пастыр Генри, я его, я говорю, это вы? Говорит, да. А что с вами было? Пастор Генри. Он боялся меня Генри назвать. Пастор Генри. Мой бывший декан по иностранному вопросу. Он говорит, пастор Генри, меня Бог истилил. А что у вас было? А я стою, а сам не верю. Потому что я не стыдился, а не начал уважать, то кем я стал. Если я все время хамелеоничал, такой фразы нет, хамелеоничал, они бы никогда не уважали ни мое пасторство, ни мое служение. Они до сих пор смеялись бы. Потому что я утвердительно заявил, дошло ко всем, они стали с уважением. Это одна из причин, почему к вам нет уважения. Вы и не как они, но и вы не как не они. Вы понимаете? Вы и там, и там. И уважения нет. Вы летучая мышь. Мышь, да? Вы не и животные, вроде животные, а вроде птица. А птица с вами дружить не может, потому что вы не совсем птица. А животные тоже не могут, потому что вы не совсем животные. И получается, состояние такое нельзя. Определись. Ты с Иисусом, ты с Богом, нечего прятать. Мы не живем в Римской империи. Мы живем в свободной, редней Украине. Как они узнают, Бог специально тебя поставил, потому что есть определенный круг людей, которые не придут, кроме как через тебя. А ты занят прятаться, стыдиться. Поэтому и Бог, и Иисус не выступает за тебя в твоих делах. ты стыдишься Его. Ой. Поэтому вот Деяния апостолов, которые мы читали, какой из стихов мы читали уже? Девятнадцать. Давайте теперь двадцать один. Написано угрожали. Они же пригрозив отпустили их. Второе, что они с ними делали? Они угрожали их. Они побили их. Они в тюрьму сажали. Интересно, сколько из верующих в этом зале, если бы сейчас зашли, сказали, кто останется верующим в этом зале, побьем, закроем тюрьму и будем угрожать вас, отправить к вам налоговую полицию, обанкротить вашу компанию. Сколько здесь вы остались верующими? Это определяет, насколько мы сильны, как церковь. Это определяет, насколько мы сильны. Иногда я переживаю, что, наверное, мы не совсем сильны. Мы сильны только в благоприятной атмосфере. А если бы начались угрозы, интересно, сколько из лидеров остались бы со мною? Сколько из лидеров служения бы сказали, пастор Генри, мы с тобой до конца. Побьют нас то вместе? Сколько из лидеров, координаторов районов? Сколько из них? Я иногда сам, я даже иногда думаю, этот быстрец его нет, слишком крутой. Этот быстрец его нет, это слишком красиво, это слишком то, это слишком то. Я могу иногда по палцам считать, сколько лидеров, по моему мнению, которые я могу ошибаться, действительность, такое начнется в Украине, останутся лидерами в этой церкви. Во время коммунизма, если ты христианин, об этом сообщили всем студентам, с которыми ты учился, на заводе всем говорили, абсолютно негде было прятаться. И благодаря этому они были сильными христианами. Прятаться им негде было. Жертвенность ради Иисуса. 24 стих. Они же выслушав, единодушно возвысили голос к Богу. Молитва. Для хождения с Богом нужно не только выдерживать угрозы, не только выдерживать это, как их пугали, но надо также молиться. Это фактически открывать рот и говорить Богу. Время в молитве. Почему многие люди нет усилий не молятся. Мысли хорошие, но молитвы нет. Когда написано единодушно, это же не означает, что они во всем думают, как коммунисты. Знаете, коммунисты. Ленин жив, как там, Ленин жив, Ленин жив, Ленин будет жить. Движение это жизнь. Вот они все одно и то же, под одним. Нет. У них разногласия, они по-разному думают. Почему они единодушны? Потому что они научились принцип лучше остаться обиженным. Но хранить мир. Главное, чтобы не было угрозы на жизни и на главные ценности. Скажи да, амин. И за это они хранили мир. Собери хоть три таракана, они подерутся. Потому что разные взгляды, но разные взгляды не означает война. Это означает, включи плод духа и создай мир. По-другому не бывает. Слабая церковь не может хранить мир и разделяются, бьются и так дальше. Потому что не могут они переносить страдания. Не могут. Все по-моему или по-моему или вон отсюда. Нет. Так нельзя. Так ты слабый человек. Нельзя на этой земле, чтобы весь мир шел по-твоему или вон. Весь мир не может вон идти. Вот поэтому получается молитва. Скажите молитва. Это жертва, поверьте мне. Это жертва. Вставать каждое утро и молиться. Я встаю каждое утро. Иногда мне легче вставать утром, чем молиться. Встать, я встал. Вот. Воду попил. Первое дело, что я делаю всегда. Встаю, стакан теплой воды, выпил стакан. Вот я всегда думаю, если бы я так молился, как я пью стакан воды каждое утро, я был бы гигантом. Поэтому я встал, большой стакан теплой воды, выпил. Говорят, что это очень полезно. Я им верю и пью. Потом включаю свою проповедь. Не свою, а какую-то проповедь. Иногда я заметил, я легче слушаю проповедь, чем молюсь. Или включаю там музыку в какое-то прославление. Я прямо в духе, но не начинаю молиться. И я понял, молитва – это жертва. Хотя в то же время, которое я послушал проповедь, я мог бы молиться. Вы понимаете? И поэтому я пришел к выводу, молитва – это жертва. И надо. Скажите, надо. Еще раз. Многие люди не имеют живые взаимоотношения с Богом по одной причине. Они давно не молились. Они водка не пили, даже квас не трогали. Хотя мне говорят, что сейчас такой вкусный квас. Один человек мне сказал, пастор, купите себе квас. Дойду как-нибудь. в такие белые бутылки какие-то. Вы пьете квас постоянно, да? Угас... Угасшайте когда-нибудь. Ваши девушки сказали, что у вас есть. Есть, да? Выдали. Женщины не умеют молчать. Все сказали. Так что... Ну ладно. Вот. Скажите, жертва молитвы. Еще раз. Еще раз. Человек, который утром уделяет время молитве, успеет гораздо больше в течение дня, чем человек, который с Богом не разговаривал. Найди время, общайся с Богом. Дальше. Они не только молились. Написано здесь. Они... Мне нравится, написано Марк 9, 29. Марк 9, 29. Что там написано? Марк 9, 29. Написано так. Ученики пытаются выгонять беса. Бес не выходит. Иисус говорит. Он пришел, запретил. Они задали ему вопрос, почему не могли выгонять беса? Он сказал, «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Что такое молитва и пост? Это жертва. А я люблю... Вот когда я... Когда у меня... Вот у нас будет фестиваль Иисуса Черновцы. Я хочу чудеса видеть. Вы понимаете? Я хочу исцеления. Вот я был в Ливане, я хотел чудеса, и Бог исцелил людей в течение... Я вообще... Я в восторге, когда люди исцелаются. А вы знаете, как это достигается? Пост и молитва. Призвание есть? Да. Помазание есть? Да. А зачем поститься? А без этого некоторые виды болезни, некоторые виды проблемы не уходят. То есть, пост и молитва сделать, чтобы сила Божия в твоей жизни... Извините за фразу, за слово концентрировалась больше. Это слово концентрация неправильно, но я имею в виду, чтобы сила Божия была более выражена, с большей интенсивностью от поста и молитвы. Когда есть вопросы, которые ты хочешь решать на уровень души, на уровень неважно чего, и тебе туго, тяжело, возьми пост. Легче решаются вопросы, которые ты пытаешься решать. Так. Пост улучшает решение. Скажи да, аминь. Пост улучшает. Сколько раз у меня бывает терзание на душе. Взял пост, легче. Некоторые вещи просто умирают, они исчезают. Неужели я вот из-за этого? Господи, куда я смотрел? Вот. И получается, пост и молитва помогают решать трудные вопросы. если вопрос еще труднее, добавь еще пост и молитвы. Когда я попадаю в страну, вот я попал в Ливан, это там другие духи нечистые, контролирующие местность. я добавил пост и молитву перед тем, как я полетал в Ливан. Потому что я знал, а, Бог мне показал через Ливан, Бог мне откроет много, это же моя мечта, проповедовать арабскому миру. Имеется арабское язык. Они не арабы все, но они все на арабском разговаривают. И поэтому я знал, сразу у меня открылись несколько стран, сразу, в один миг. А я знаю эти духи мусульма, ислама, они очень жесткие. Я даже планирую круседы в Каире, в Каире, Каире называют? Я чуть не сказал Хаир. Каир. Араб русифицировался, а араб как? Араб 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 узировался, да? Собираясь против круседы в Каир, президент Сиси, как его военный генерал, можно сделать, потому что христиане на его стороне. А сколько выйдут оттуда живыми, я не в курсе, но проведем. А пастор генерал, а тебе зачем? Ну давай в Черновцы, а потом в Виннице, спасибо, а потом в Каир, не, ну, давай после в Виннице, давай, давай, что там, куда еще, давай Черкасса, давай Харьков, а Каир куда вы делите? не, а зачем тебе Каир, какая тебе разница? Давай, а, простите, мне надо Каир, мне надо там, где бомбы изреваются. Скажите, ты в своем уме? Нет, я не в своем уме, я давно вам сказал. Поэтому вот, смотрите, поэтому надо молиться и поститься. Каждый раз, когда я иду в новую страну или новый город, я ни в одну новый город не пойду без поста. Я ни в одну новую страну не пойду без поста. Я всегда беру пост, потому что я встречаюсь там с бесами, с которыми я раньше не встречался. А если я не подготовлюсь в молитве, я не смогу успешно преодолевать вот этот прессинг, который не дает. Не смогу. Я этому научился давно. Дьявол найдет какую-то мелочную вещь, какие-то вообще глупые вещи, мелочные, чтобы на тебя давить. Я понял, нужно поститься, когда поститься, атмосфера очищается вокруг тебя и гораздо легче сосредоточиться и ты двигаешься и все как положено. Скажите со мной Амин. Поэтому жертвенность в виде поста, молитвы. Мне понравился, как Францис Хантер Чаус, вернее, муж Чаус. Из них помазан была Францис вначале. Вначале была помазана Францис. Чаус не был. Чаус просто был сопровождающим. Поэтому, когда они приходили на собрание, иногда его сажали в конце зала, а ее на сцену. И он обижался страшно, что вот жену сажали на сцену, а меня вот куда-то. Потому что у них была разная фамилия. А у нее была фамилия первого мужа, Гаднер. Все ее книги были с фамилией Гаднер. Она боялась менять фамилию, чтобы книги... Вот. А его Хантер. И поэтому, как вас зовут? Мистер Хантер. А, садитесь вот в конце у нас место. Мисс Гаднер, пожалуйста, сюда. А они не понимали, что это ее муж. Ну, ничего. Он обижался. Ну, вообще. Он... Скажи им, что ты моя жена. Она говорит, я им говорю, они не реагируют. Вот. Но ничего. И однажды Бог сказал, Чаллс, я буду тебя использовать. Ага. А что мне надо делать? И Бог ему сказал, с этого дня свинину не ешь. А, Францис, она может сколько хочет есть. То есть, ей можно? Да. А мне? Нельзя. А Господь, почему? Говорит, так я тебе говорю. Хочешь силу мою, перестань есть свинину. А Францис, может. Он обиделся на Бога. Говорит, Бог, я бекон не буду есть. Знаете, американцы без бекона, а она может, да. И поэтому они купили два холодильника. Я был у них в доме. Было два гигантских холодильника. Один холодильник написано Францис, на второй написано Чауз. На холодильнике Францис было половину свинины. А в холодильнике Чауза свинины, но правда порядок был больше в холодильнике Чауза, чем Макказа Францис, она была такая. Курица без головы как. Все везде лежало. А Чауз всегда он такой жесткий. Он бывший директор компании. Но ничего. И с того момента, как он перестал есть свинину, в его жизни появилось помазание Духа Святого. Дошло до того, что люди уже не знали, кого приглашать. Францис или Чауз. Потому что они уже начали двигаться одинаково. В конце концов, и Чауз и вот он начал прийти к Богу. Что еще ты мне даешь делать? Бог ему дал определенные условия. Это была жертва с его стороны. И он согласился. Эй-эй Алену. Многие люди знают, слышали об Эй-эй Алену. Эй-эй Ален взял пост перед Богом. Господь, я хочу твою силу. Он постился. Он говорит, с утра до обеда. И жена начала готовить кушать. И запах дошло к нему в комнате, где он закрылся. И он сказал, Господь, я начну завтра. Короче, запах дошел. Он выходит, сидит, говорит, несколько раз это были попытки. На одной из попыток сел за столом, жена ему налил, и Бог ему говорит, когда ты захочешь меня, больше, чем еди, я тебе тогда помажу. такой голос прямо, говорит, я встал, не трогал еду, ушел, в комнату закрылся, я сказал жене, не открой дверь, пока я тебе не скажу. Он отдал ключ, чтобы он сам не открыл. Пока Бог не придет, не открой дверь. Он сказал, я настолько, он не знал, когда день, когда ночь. он говорит, я не помню, сколько дней я там был, но однажды я сижу в этой темноте, и свет яркий, Иисус пришел и сказал, теперь я вижу, что ты жаждешь мою силу. И Бог ему дал 13 пунктов. Вот эти 13 пунктов, в день, когда ты 13 исполнишь, моя сила придет в твою жизнь. И все 13 это была жертва за жертвой, за жертвой, за жертвой, за жертвой. И когда он наконец, он боролся, воевал с этими пунктами долго, и когда наконец он 13 исполнил, я взял карадаш, отметил, показал Богу, если вы видели служение А. А. Вы поймете, о чем идет речь. Э. Ален взял, он мог брать полно слепого человека, посадить здесь, он любил салфетку взять, закрывать глаза человека, полно слепой, с рождением. Ты сейчас будешь видеть? Да. Ты веришь? Да. Во имя Иисуса, раз, и видит. Я видел своими глазами на видео. Это все результат жизни жертв жертв. Хочешь силу Божию жертв жизнь. Хочешь всегда по-своему будешь слабой, как бабочка. Бабочка красива, но потрогай, не то там, оно быстро в связи сзади. Не жертв не люди будут слабыми. Жертв не люди во всем всегда будут сильными. Вот и снова я. Мы встретились. Я уверен, что Бог много чего уже сделал в вашем сердце, в вашей жизни. Только через Слово. Потому что Слово Божье живо. Но теперь мы это хотим подкрепить молитвой. Потому что Бог отвечает на молитву. И вера ваша и моя сейчас крепкая после проповеди. Поэтому Господь, я молюсь во имя Иисуса. Особое благословение. И все, что сегодня было сказано в проповеди, да исполнится в жизни каждого того, кто слушает во имя Иисуса. Боже, благословляю. Полнота Твоя да будет в жизни каждого. Благословляю каждого, кто слушает. И Боже, если они захотят эту проповедь повторить где-то, благослови их по-особенному. Спасибо Тебе, Господь, за Твою верность и за Твою реальность и за каждое чудо во имя Иисуса. Аминь.